Всем привет! У нас сегодня очень классный день, потому что нас пригласили в гости, ну точнее на день рождения родственники Томака по маминой линии. Они настолько дружные. В общем, я обязательно возьму с собой камеру, потому что мне хочется поделиться с вами такой теплой семейной атмосферой. И, кстати, часть своего дома они сдают украинцам, но об этом чуть позже. Господи, какие у меня темные брови! Они уже на 80% смылись! Вы представляете, как это выглядело раньше? Можете меня так и называть. Оля темная бровь. Я шучу, но просто у меня реально были черные-черные брови. Так что сейчас уже все хорошо. Я накрасилась. О, чуть не забыла снять зажимы. Беру очки, нанесу аромат и поехали! Небольшой апдейт по поводу очков. Некоторые даже подшучивали, типа как-то можешь не знать, что в оптике без проблем исправляют такие изъяны. У меня просто никогда не было проблем с оправами. И да, спасибо за рекомендации. Я отправилась в магазин и мне разогрели оправу в нескольких местах, подогнули ее. И, честно говоря, я сама не делала бы этого дома, потому что я бы не додумалась сгибать ее здесь. Ну и как-то, не знаю, взять ее и испортить новые очки. Я лучше пойду в магазин и там мне уже все делают как надо. И мне, кстати, сказали, что если с ними дальше будут какие-то проблемы, то они без проблем возместят или полную цену, или поменяют мне на новый экземпляр. Хотя это может быть проблематично, потому что их всего несколько штук выпустили. Ситуация SOS. Когда у тебя миллион помад, а ты все равно перекладываешь из сумки в сумку все самое любимое. Очень тороплюсь, потому что Томик там ждет. Сегодня на губах у меня Golden Rose в оттенке 106. И не знаю, где моя пудра, главное найти карточку. Помады достаточно для того, чтобы макияж выглядел хорошо в течение дня, потому что все и так держится. А сумочка у меня из Mango. Сейчас они должны быть на распродаже в разных цветах. Так что охотитесь, кому они нравились, потому что за полную цену, конечно, не советую покупать, потому что она такая на два сезона максимум. Как мы едем на гриль, я решила одеться удобно. Сарафанчик из Mango. И что? Сандали, сумка, очки. Просто имиджевые. Они не защищают от солнца, но мне кажется, что стильно выглядят. Вот чем занимаются мужчины. Мальчики не хотят играться игрушками, зато им очень интересные инструменты папы. Покажи, Томик, какие у тебя модные очки. Вот так. Это для зрения. И просто такая штука прикладывается, и все. Томика новый стиль. Сначала была цепь, а сейчас он начал покупать рэперские шапки. Он всю жизнь... Кепки, извините. Томик всю жизнь считал, что они ему не идут, но вот перед сорокалетием он решил, что ему теперь все равно. Да? Мы уже в гостях, сейчас будем все пробовать. Это домашняя работа. Все, пирог. Что-то вкусненькое тоже будет. Тетя говорит, водку спрятать. Что за вечеринка вообще? Что за день рождения без алкоголя? А вот это очень вкусно. Шампиньоны такие большие. И Аня сказала, что с приправами, с петрушкой и сыром с моцареллой. И что-то вкусненькое еще. У Игната просто вообще тут кайф чистой воды. Машину зарядили. Мини-мама тоже хотела бы. Мини-купер. Но пока что. Пока что Кеа. Детки играются. Гриль, конечно же. Здесь вот красивый небольшой сад. У Павла сегодня день рождения. О, Мишка даже раньше не замечала его. Ничего себе. Вот Кумба и сад. Хотя и сад, наверное, потому что там не видела. Что-то вкусненькое растет. Так, цветочки. У нас тоже уже скоро будут розы. Ну, точнее, их уже практически посадили. А вот вкусненькое растет. Красное. Мы как-то были здесь. Еще зеленая была. Че-че, а можно едно? Очевидно. Так он и сом любит, люди добрые. Червоный сон? Червоный. А он еще... Ну, попробуй одну, Игнашка. Можно? Потому что... Ну? Ну? Срывай. Из-под стежка. Ну? Сильно? Нельзя оторвать. Ну, давай сильно. Ну, бери. Ну, ищи, где там она есть. Впервую мы раздавили. Срывай. Твоя мама? Так вот эту бери, Игнаш. Вот эту бери. Мама? Да, маленькую. Ну, попробуй, Нюня. Ну, давай так. Можешь так. И рыба, и овощи, и... Часть мяса. Ты пришел врать, а я тебе не нагрываю, спокойно. Я тебе не баню обидать. Четыркошки. Тот соч. И колбаска. Несколько видов. Это все очень вкусно. Специальных приправок. И что еще? А, завернута кровянка. Но в Польше она несколько другая. Как-то у нас дома я никогда не ела. А здесь иногда, вот, как же хочется. Не отказываюсь я. Кослик и цветы, которые вообще выдерживают самую нереальную жару. И, впервые, в Польше вижу, чтобы у кого-то была ежевика. А здесь такой большой кузь напоминает мне о саде моих родителей. Потому что у них прям... Ой, можно продавать ежевику нереально. Даже нескольким людям съесть столько, сколько ежевики у моих родителей. Здесь тоже многим хватит. Это как-то здоровая кашня. Здоровая кашня. Это королева гриля. А, шука! Ух, огромная. А, дужа. У тети тут растут разные цветы, в том числе юки. Вот эти вот белые. Очень красивые. Томак тоже хотел засадить что-то такое, как птицы поют. С этой стороны вот небольшой дворик. И дом. Дом довольно большой. Потому что, знаете, как поляки раньше строили дома с расчетом на всю семью. То есть, что когда-то дочка или сын придет со своим женихом или невестой. И потом все будут жить вместе. Но сейчас так получилось, что только одна дочка с семьей живет здесь. И часть первого этажа они сдают украинцам, которые из Житомира. Очень-очень такие приятные люди. И даже вот семейные праздники. И католические праздники. И наши православные они проводят вместе. И сидим себе, общаемся. Очень любим к ним приезжать. Посмотрите, как красиво. Это совсем недалеко от Кракова. Такие горки. Я поздно включила камеру. Но все равно. У нас уже следующий день. Я сейчас еду по делам. Прям деловая колбаса. Я сама не очень люблю, когда кто-то так говорит. Просто у меня случилась неприятная история с моим банком. И еду это все выяснить. Я думаю, что вам не нужны мои рассказы, что и как. Но по дороге я заеду в Манго. Потому что сейчас начались скидки минус 30%. А чуть позже у меня есть несколько часов для себя. Хочу сделать маникюр, педикюр. И завтра... Завтра? Завтра будет завтра. А сегодня я возьму с собой камеру. Возможно, что-то поснимаю. Также обещала вам сделать полный обзор на Golden Rose. Если успею, то тоже закуплю все для этого видео. Все, поехали. Только что вышла из маникюра. И тут нашла вот интересное кафе. Заказала себе стандартную тарелку с палафелем. Это интересно. Своего сна в этом нет. Меня привлекло то, что здесь очень много людей. Сейчас время обеда. И это место находится недалеко от Ронда Жабужетского. Если вы уже эти вкрапевы, то, знаете, и как бы новенький маникюр. Прямо сразу чувствуешь себя человеком. Мне девочка так хорошо очистила ноги, что прям как будто не мои. У вас тоже так? А вот и фалафель, салат, мяты, как я понимаю, редисом, гранатом. Ну, помидоровый. Так, знаете, огурец, пита. Пробуем. Знаете, это значительно отличается от того, что я пробовала в польских фастфудах. И это действительно очень оригинально, вкусно. И я сейчас выйду, доем. Потом выйду и покажу вам, как выглядит это кафе. Непримечательное, но для разнообразия почему бы нет. Скажите, а вы зашли бы в такое кафе пообедать? Здесь сидят люди, поэтому я не хочу снимать. Пришел мой заказ из Asos. Я не то чтобы в ярости, мне смешно. Я уже распаковала несколько вещей. И понимаю, что большая часть просто сегодня же отправится обратно. Короче, не спрашивайте, что на мне, потому что я заказывала комбинезон. И на модели вообще не видно было, то ли я что-то там не досмотрела, что внизу рюши. Я смотрюсь, как 30-летняя женщина, которая пытается молодиться. Ну, прям вообще очень смешно. Ну, а вот эти вот туфельки. Вы замечаете, что с ними не так? Они просто неровные. Одна пара пришла грязной, вторая какая-то потрепанная. Отрепанная. Ну, что не вещь, то перла. Такое тоже случается. Просто прелести интернет-шоппинга. А вот тренч, который хором советовали все стилисты и фэшн-блогеры. И так как на него была классная скидка, я решила рискнуть. Потому что модель действительно такая необычная. Даже полу-спортивная, полу-кажуал. И видно, что это вот прям такая вещь с изюминкой. Но на мне это прям палатка. То есть я коротышка для такого тренча. На мне он смотрится, ну, вот нелепо, согласитесь. Короче, вот это фэшн-изделие тоже едет обратно. Не для меня. Вот грязный босоножек. И, в принципе, можно было бы все отмыть. Но это клей. Я не хочу этим заниматься. Почему-то в этот раз Asus меня разочаровал. А вот это, ну, просто караул. Смотрите, на воротнике как будто какой-то клей все скомкалось. И я сначала думала, может, кто-то примерял куртку неаккуратно. Но с этой стороны явно пришивали застежку. И что-то тут клеили, переклеивали. Чуть липковато вот это все. И, ну, знаете ли, я просто в шоке. Какая-то нитка, как будто я получила посылку из SHEIN. И даже из Китая мне приходили вещи гораздо лучше по качеству. Я не знаю, что произошло. Но ни одна из вещей вообще меня как-то не удовлетворяет. Смотрите, что это такое. Ужас! Последние три недели мы никак не можем посеять на террасе. Потому что, ну, сами видите, что происходит. Мы обустраиваем наш участок. И сначала мы сами подумывали все посадить, подобрать растения. Но оказалось, что не все так просто. И наших знаний вообще не хватает для того, чтобы выбрать правильные растения. Чтобы они смогли выдержать на солнце. Или чтобы что-то росло в тени. В общем, поэтому мы обратились к специалистам. Выбрали одну компанию, которую нам посоветовали наши друзья. И мы сразу решили глобально подойти к этому вопросу. Потому что, во-первых, у нас здесь капельный полив. Во-вторых, мы думали, какую землю посыть. Тьфу! Что я говорю? Какую траву выбрать? То есть, ее сеять или в рулонах покупать? И специалист сказал, что все-таки лучше в рулонах. И сегодня, по-моему, ее будут класть. Если я не ошибаюсь, мне не удастся это все заснять. Потому что я уезжаю, но муж будет контролировать процесс. Значит, сначала они пришли и таким небольшим комбайном перевернули всю землю, просеяли. Для того, чтобы убрать всю траву, которая росла. Ну, это вообще-то не трава, это какие-то сорняки скорее даже. Вот. И сейчас будут раскладывать новую. Сейчас. Не знаю, когда это все закончится. Здесь еще не хватает нескольких деревьев. Я закрыла окно, потому что у них там так громко играет музыка. И потом YouTube забанит мое видео. Я потом подробнее вам все покажу. И, как видите, мы купили маленькие растения. На это тоже есть одна очень весомая причина. Потому что растения очень дорогие. Я даже не знаю, стоит ли говорить о ценах. И, кстати, нам сказали, что нам обязательно нужна специальная сетка, которая обезопасит нас от крота. И только эта сетка стоила около 800 долларов. Поэтому, если вы разбираетесь в этой теме, вы специалист, то только ехать и вообще предоставлять услуги в Польше. Потому что, в принципе, все услуги здесь очень и очень хорошо оплачиваются. Не могу снимать со второй стороны. Там, где находится большая часть растений. Потому что там сейчас сидят рабочие. А я тут такая прибегу со своей камерой. Что касается муравьев. Потому что девочки тоже писали, что у вас такие проблемы. Кто-то говорил, что уксусом протирать. Еще лимонной кислотой, чем-то там. Мы очень быстро решили эту проблему. Муж поехал, по-моему, в костераму или в какой-то такой магазин. Типа как строительный. И купил вот такие вот штуки. Сразу четыре. Но мне кажется, что одной даже достаточно было бы. Потому что здесь находится еда, которая содержит отраву. И муравьи не просто... А вот видите, это даже какой-то гель. И вот муравьи не просто едят сам этот гель. А еще и разносят по своим домам. Угощают своих друзей. Поэтому через полчаса они исчезли. После того, как мы это все разложили. Или, может, кому-то актуально. Вчера мы катались на велосипедах. И была целая аллея лип. Я остановилась и нарвала несколько цветочков. Все это поместилось в мою сумку. И решила засушить. И потом, я не думаю, что зимой. Но когда это все засохнет, мы начнем пить чай. Потому что для меня это прям вкус детства. У моей бабушки, которая, кстати, из Новгород-Северска. Возможно, вы оттуда меня смотрите. Это Черниговская область. И моя бабушка жила рядом с парком, в котором было очень много липы. И мы с моей двоюродной сестрой каждый год очень любили собирать цветы для того, чтобы потом пить липовый чай. Но также мне помнится момент, когда за сараем моей бабушки росла очень большая старая липа. И ее нужно было спилить. И вот когда ее спилили, нам сказали обрывать цветочки. Ну, не со всего дерева. Но хотя бы собрать какую-то там часть. Значительную, скажем так. Внушительную. То нам потом перестало нравиться это занятие. Потому что их было слишком много. И вот этот аромат так напомнил мне о детстве. И стало, с одной стороны, так тепло на душе. А с другой, грустно все. Потому что я лет 10, наверное, не была в этом городе. И даже перед смертью бабушки я ни разу туда не поехала. Потому что я как раз переехала в Польшу. И вот всегда у нас было... У нас всегда было на все про все там пару дней. И мы ехали тысячу километров до Киева. Потом еще пятьсот до бабушки. И всегда оказалось так далеко. А сейчас, честно говоря, мучаются. Поэтому пока все живы, здоровы. Или просто живы. Обязательно посещайте своих родственников. Потому что потом даже в горле такой ком стоит. Вот так выглядит трава в рулонах, которую нам сегодня кладут. Все-таки погода хорошая. Так что сегодня вечером уже будет газон. Я думаю, что когда я приеду, здесь будет очень красиво. И в этом месте будем наслаждаться. Спасибо, что были со мной. Не знаю, коротенький влог получился или нет. Не забудьте поставить пальчик вверх. Это очень приятно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.